Всем привет! Смотрите, кто тут у меня? Кто же это? Это Лос-Анджелес! Только приехали и сразу же уезжаем. Уезжаем в длинное путешествие, так и не посмотрев на Лос-Анджелес. Главное не спойлерить, куда. Но самое интересное, что после этого огромного трипа мы опять вернёмся в Л.А. и заценим всё, что здесь есть. Мы приехали на рент-кар. Смотри, какая прекрасная. Хотела бы на такой ездить? На какой? Да, конечно. Вот я вчера катался на вот этой вот. Прям я её вчера вот так поставила, она до сих пор стоит. Ещё вот такая тут есть. Блин, вообще, тема. Офигенно. Ну, типа, это всё-таки не совсем практично такую брать. На долгое время мы же на ней будем много ездить. Вот это моя машина. Это моя машина. Как она спереди? Какая красотка! Та-дам! Мы взяли вот такой огромный, крутой, новенький рейндж-ровер. Посмотрите. Мы его берём самый первый, он ещё без номеров. Первый раз. Влад! Влад, мы тут берём. Мы уже берём. Мы берём хлеб. Мы пришли в магазин, так как у нас сейчас будет первая... Ну, как остановка, в общем, мы будем сейчас ехать в Секвой парк, знаете? Знаете, вот такие деревья Секвой огромные, гигантские. Вот это парк этих деревьев. Да, и мы пришли с ребятами закупиться всякой едой. Вот это прям Америка, реально. Я думала, что зачем такое брать? Ну, типа, мне кажется, это как-то... Ну, это прям в галлонах. Да, это прям... У них сок самый вкусный только вот в такой... Что это? Это как будто стиральный порошок. Но это сок. Смотрите, у нас будет вечеринка. Офигеть. Вот я бы их, кстати, домой забрала. Хихик. Блин, столько всего. Можно сойти с ума, на самом деле. Ты кетчуп. У нас по телеку показывают. Это наш набор. Это Влада выбор. Это мой выбор. Водичку. А ещё это будет супер-хата. Мы на месте. Я очень-очень уставшая и сонная, потому что ехали мы часов в пять, наверное. Мы приехали первые с Владом. Нам самим пришлось выяснять, как открыть ворота, как зайти в дом. Ходили, тут какие-то ужастики ловили. Бля, господи, как я испугалась. Господи, как это жутко. Стой, подожди. А-а-а. Фу. Зачем это вообще? Всем доброй ночи. А вот и наша комната на вилле. Тут гардеробная, ванная. Извините, простите. Наверное, мне пора вам уже толком объяснить, куда мы приехали. В общем, мы приехали в Yosemite Park. Это парк, где находятся самые большие деревья в мире. По-моему, они называются Секвой. Здесь, помимо этого, очень-очень много крутых штук, типа водопады, Миррор Лейк. Мы сейчас прям туда поедем, и я вам всё покажу. Но в целом, это безумно атмосферное, очень крутое место. Оно находится, конечно, очень далеко от Лос-Анджелеса. То есть мы ехали 6 часов. Сняли здесь виллу, и в ней будем жить, наверное, 2 дня. Сейчас мы уже позавтракали, и отправляемся в сам этот Yosemite Park. Я прям в нетерпении, мне уже так интересно посмотреть всё, и вам показать, конечно. Мы на месте. Посмотрите на эти деревьюшки. Это настолько удивительно. Видеть такое, что я даже не знаю, как это комментировать. Тут такой запах. Нужно передать, насколько они огромные. Масштабы вообще, вот сколько путешествую, всё время замечаю. Закаты, горы, океаны, какие-то размеры, если нужно передать через картинку, вообще всё в гора знаменький. Да. О, смотри. Короче, просто представьте, что это в 3 раза больше, чем вы видите. Кстати, написано, как они падают. Когда они падают, мне кажется, здесь, я не знаю, земля сотрясается. Блин, даже не показать. Вот как показать, что это огромное всё? Ты сегодня оделся под лес подходить. Чтоб мне потерять. Смотри, а я. Смотрю. Я видел тебя. Что за ботинь? Скороходы? Привет, милашка. Пойдём гонять белый. Мы добрались до самого огромного дерева. Оно называется Гризли Джайант. Я бы сказала, что оно в ширину метров шесть, наверное. Какой Джайант просто. И в нём внутри прям вход. Куда мы приехали? Это наша следующая точка. И... Ты видел? Что? Посмотрите. О, блядь, там спецназовец. Почему он идёт к нам? Почему он вообще идёт? Упс. Это очень реально. У нас только что произошла очень-очень странная ситуация. Страшная. Не знаю, ужасная. Короче, мы ехали-ехали из национального парка. И потом все резко просто остановились. И мы стояли где-то минут сорок. Машины стояли в расстоянии девять миль. То есть это двадцать километров. И потом мы узнаём, что там в самом начале, где, собственно, пробка, чувак с пистолетом и всё. Больше никакой информации. Короче, там полиция и какой-то человек с пистолетом. Вот. И, в общем, мы стояли-стояли. И в итоге нас вообще развернули. Сказали, возвращайтесь обратно. Но прикол-то в том, что мы сейчас на горе. И нам возвращаться некуда. То есть мы сейчас просто поднимемся на обзорную площадку обратно. И просто будем там находиться. Мы очень много тратим времени. Мы голодные. Мы планировали ещё посетить какие-то места. Но этого уже не получится. Поэтому мы бы хотели хотя бы просто домой приехать. Но даже этого мы сейчас не можем сделать. Мы просто сейчас в конец очереди стоим вот это все пробки. Да. Два часа мы стояли. И всё. И наконец-то отпустили нас. Было очень-очень много полиции. И это всё, что мы знаем. Всем доброе утро. Мы уже выезжаем с вилы. Едем завтракать. По дороге в Лас-Вегас мы остановились в городе Беккерсфилд. Сейчас хочу почитать в Википедии про этот город. Потому что он очень странный. Мы идём в какое-то заведение. В мексиканской кухни называется Ла-Коста. Здесь очень интересно. Посмотрите. Вау. Мы сели и просто я вообще не ожидала, что здесь столько народу и всё настолько прикольно. Потому что снаружи город выглядит вообще неживым, скучным и странным. А внутри здесь вот что. Прям Беккерсфилд живёт. Произошёл сбой, проблемка. И не получилось побывать в этом мексиканском месте. Точнее мы сели и ушли. Потому что Лёше нет 21-го. А там можно только с 21-го. И мы пришли в одно, в другое. Очень крутое место. Вот так тут. Интересно по-американски. Мы с Владом заказали одинаковое блюдо. Я уже попробовала этот самый лучший в мире стейк. Приятного аппетита. Смотрите, это наш путь. Сейчас мы едем в Долину Смерти. А потом в Лас-Вегас. Доехали в Долину Вентиляторов. Они повсюду. Тут так много вентиляторов. Ужас. Я вот ищу, когда я на пол. Просто посмотрите на этот вид. Короче, мы приехали на заправку, которая находится прямо на Долине Смерти. Нам осталось 3 часа до Лас-Вегаса. Влад предложил остаться тут, переночевать. Не знаю, чем он даже руководствует. С какой целью. Что? Это была гремучая змея? Нет, это вот этот жук просто летающий. Короче, все классно. Но просто мы забронили уже отель в Лас-Вегасе. Он не дешевый. Я не вижу смысла пропускать эту ночь, которая уже оплачена. Поэтому едем. Мы приехали. Мы приехали уже в отель. Это отель называется Беладжио. И здесь снимали все самые такие культовые фильмы из Лас-Вегаса. Например, «Мальчишник в Вегасе», «Однажды в Вегасе». А вот и наш номер. Но неплохо. Доброе утро. У нас началось просмотр вот такого вау фонтана. Прикольно, да? Мы уже завтракаем. У нас такие вот омлетики, авокадо-тосты, бейглы, там был бекон и кофе. А еще я только что слушала Дема своей первой песни из альбома. Из EP. Вот. Дала послушать Владику. У тебя как? В Нью-Йорке везде на завтрак подливают постоянно кофе. Но бесконечно в Нью-Йорке. В Америке. Подливают бесконечно кофе, и это так по-домашнему, как будто мы дома, и нам мама подливает постоянно. Ну что, с утра пораньше мы решили просто на секундочку залететь, проверить свою удачу. Ну или просто почувствовать Вегас. Вау. Хотим пройтись по магазинам. И в целом посмотреть на город, когда он светлый. Мы пришли в Шанел. Выбираем очки. Та-ра-та-дам. Я влюбилась в эти кроссовки и очень хочу, чтобы они Владу подошли. Посмотрите. Мои красные по шортихе подойдут. И белые, и черные подойдут ко мне. Вообще, они идеальные просто. Покажи, которые тебе понравились еще. Ну, мне кажется, они клевые, но они какие-то попроще. Мерим и такой бербери костюм, но очень большие мне лосины и меньше нету. Мы дома сейчас покажу. Кстати, вот, мы еще зашли в Гочи. Короче, сейчас покажу, что я купила. В общем, это такие очки с цепочкой. Это такой супер-офигенный топ в моем стиле. Я вообще в восторге. У Влада там я доставать не буду футболка и шорт. У нас начался отдых. Стейк, вино. Чтобы вы понимали, это очередь, чтобы сфотографироваться вот с этой надписью. Придумываем какую-нибудь позу, как бы нам так не задерживать никого, быстренько друг друга сфотографировать. И смотрите, мы первые. Тут куча всяких вонючек, которые вообще нарушают правила. Смотрите, вот она вонючка. Чисто. Мы приехали на Гранд Каньон. Что? Извините. Я просто только что при вас впервые я уже что-то увидела. О, мой Бог! Балдёж. Блин, жуть. Всё, не надо. Пожалуйста, иди сюда. Влад! Блин, ты удивительный ты. Блин, вот как сделает пикню какую-нибудь иногда? Вот хоть стой, хоть падай. Мы кушаем. Там за окном Гранд Каньон. Сейчас хотим посмотреть Каньон на закате. В общем, мы приехали на закат. Ну, честно говоря, ну, на камере хорошо смотрится на самом деле. Честно признаюсь, я ожидала чего-то гораздо большего в целом от каньонов. Не знаю, может, это прозвучит как-то странно, но... В общем, знаете, есть места, от которых прям ничего не ждёшь, но ты видишь такие виды, или что-то тебя настолько впечатляет, какие-то города или ещё что-то, когда ты вообще этого не ожидаешь. И об этом никто особо не говорит. Но про Каньон говорили все, что это прям вау. Ну, это очевидно вау. Даже посмотрите, загуглите картинки Гранд Каньон. Это всё очень круто выглядит. Но в жизни, может быть, из-за того, что я насмотрелась картинок, и как-то у меня нет такого прям суперэффекта. В общем, мы с Владом ожидали немножко больше, да? Ну да. Ты с затылком, наверное, сговорит? Планы у нас изменились. Поехать в Лос-Анджелес сегодня немножко нет смысла, потому что это очень далеко. Мы остались в отеле в Гранд Каньоне. Нам дали две огромные кровати для четверых, видимо. Вот такой номерок. Мы уже проснулись, выселились из отеля, как вы поняли, позавтракали, и уже в пути в Лос-Анджелес. Нам осталось 385.06 часов. Наконец-то мы приехали. Вот и наше жилье в Лос-Анджелесе. Посмотрите. О, Тихий океан. Привет. Давно не виделись. Какой потрясающий пляж. Что сейчас будет происходить? Будем поигрывать. Это было сложно, нереально, и, конечно же, ничего. 150 бросков, ноль попаданий. Не рекомендуем. Проверена ревизора. Разводила, короче. Давайте разыграем среди подписчиков, шутка. Это твой новый друг. Назову его Санта. Мы пришли в ресторан, который называется Baba Camp Shrimp. Это связано с фильмом Forest Gump, если вы смотрели. И здесь очень прикольно, в общем, когда зовешь шрифта Санта, нужно перевернуть табличку, и он придет на Stop Forest Gump. А когда не хочешь, Рам Forest Gump. Доброе утро. Попила я, значит, сакофе. Это был Влада стакан. В общем, я облила всю свою куртку, просто я ее сняла. Вот. Я вся была в горячем капучино. Утро. Сказала я вам доброе утро. И теперь у меня уже ночь, час ночи. Я абсолютно ничего за весь день не снимала, потому что сегодня был очень сложный в разном плане и в эмоциональном тоже плане день. Чего я вообще включила камеру? Во-первых, чтобы с вами поздороваться, а во-вторых, показать, что мы сегодня купили. Смотрите на этот огромный пакет. На эти Влада носки. Я не знаю, это настолько круто, что... Все, давайте просто вот это откроем. Та-дам! Это вот такой офигенный бэкпэк, рюкзак. Я не знаю, он мне настолько сильно нравится, что я даже не знаю, как прокомментировать. Ну и все как-то. Ну а остальное по мелочи, я не думаю, что вам это все будет интересно. Могу показать суперклассные маски, на которые, мне кажется, я сейчас как подсяду. Все, короче. У нас уже час ночи, так что... Спокойной ночи. Такое у нас утро. Мы завтракаем перед завтраком и собираем чемоданы, потому что сегодня уже через пару часов мы улетаем. Сейчас поедем сдавать машину, завтракать, ну и как бы выезжать в аэропорт. Поэтому я заканчиваю этот влог. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Я так щурюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok